МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире новости дня. Корреспондент ОРТ готова рассказать о самых заметных событиях в городе-области. В студии Татьяна Штылер. И вначале коротко главные темы выпуска. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Оренбурга пояснила, какое будущее ждет аварийный дом на улице Заводской. Красивая победа. В чемпионате России Оренбург крупно обыграл столичный Велес. Осторожно, сход льда. Сегодня около трех часов дня. В самом центре Оренбурга рухнула ледяная глыба. Это произошло на перекрестке улиц Володарского и Советская. Чудом никто не пострадал. Хотя в тот момент по тротуарам с разных сторон шли люди. Очевидцы произошедшего поделились впечатлениями с ОРТ. 14.55. Это через минуту после того, как я перешел. Слышу грохот и вижу то, что создание Володарского 15 летит глыба льда с крыши. И падает буквально в 40-50 сантиметрах от проходящей женщины. Ну и там еще девчонки шли. И мама с ребенком были тоже в этот момент. Никто, слава богу, не пострадал. Мои эмоции, я так думаю, испытали. О случившемся мы сообщили в пресс-службу администрации Оренбурга. Там пока ситуацию не комментируют. Кто должен был очистить крышу от снега и наледи, управляющая компания или собственник здания, неизвестно. Оренбуржцам остается лишь внимательно передвигаться по городским улицам, смотреть не только под ноги, но и наблюдать за тем, что висит над их головами. Оренбург утопает в лужах. Горожане жалуются. Воды на улицах столько, что город напоминает Венецию. Недовольны и пешеходы, и водители. Тем временем в администрации уверяют, ливневые канализации чистят, воду с улиц откачивают. Наша съемочная группа побывала на самых проблемных участках. Улица Степана Разина, центр города. Глубокие лужи на проезжей части. Некоторые участки машины преодолевают вплать. Отъезжаем подальше от центра, степной, улица Сергея Лозо. Из-за огромных луж пешеходы не могут нормально перейти проезжую часть. И такая ситуация, по их словам, каждую весну. Башмаки все мочишь, все обувку. Неудобно ходить, приходится обходить. У нас захолустье. В центре-то город, да, сливные эти все забиты, не чистятся. Поэтому, ну, что можно сказать. Тоже степной перекресток проспекта Дзержинского и улица Конституции СССР. Целый квест для пешеходов. Перейти дорогу и не набрать полные ботинки воды. Недовольные водители, ведь глубину ямы, которая скрыта под водой, угадать невозможно. Одни ямы, вообще ничего там нет подложено. Можно колеса оставить. Я уже залетал. Вон на той стороне, посмотрите, там не яма, там машина уместится скоро. Улица Родимцево. А здесь тебя ощущаешь, как будто на морском побережье. Стоит проехать мимо автомобилю, как сразу поднимается волна, которая задевает и пешеходную дорожку в том числе. Озеро шириной с половиной улицы. Волны здесь такие, что сложно зайти в салон автобуса. Да и не каждый автобус рискует подъехать близко к остановке. Мы надеялись, здесь же все хорошо дороги сделали. Дороги-то сделали, все вроде хорошо. Что-то значит ливневки или что здесь случилось. Почему здесь так получается? Как сообщили в администрации Оренбурга, на улице Родимцево уже откачивают воду с помощью спецтехники. Такие же работы ведут на проспекте Победы. Прочищают и ливневые канализации в разных частях города. Однако во время небольшого рейда наша съемочная группа не увидела ни одну спецмашину. Малика Джумалеева, Семен Воробьев. Новости дня. О подтоплениях домов уже сообщают в Центр управления регионом. Особенно много жалоб поступают из Оренбурга и Орска. Также большая вода подбирается к домам в Новоорске и Бузулуке. Взять на контроль каждое обращение. Такое поручение сегодня дал губернатор Денис Паслер на очередном заседании правительства. Также коснулись наболевшие проблемы для водителей ямочного ремонта. О его сроках и планах отчитался профильный министр. Все подробности у нашей съемочной группы Натальи Мороз и Игоря Бероева. Впервые за долгое время корреспондентам ОРТ разрешили очно присутствовать на заседании правительства области. До этого оно проходило в закрытом режиме, без прессы и с минимальным количеством участников. Тем не менее, и сегодня в зал допускают только при наличии средств индивидуальной защиты. Это касается и журналистов, и членов правительства. Начинается заседание не с повестки дня. Первый вопрос губернатора задают главе Первомайского района. Удалось ли там решить проблему – поднять зарплату людям в СПК «Мирошников»? На предприятии трудится порядка 80 человек. При этом зарплата – 14 тысяч рублей. И теперь с 1 апреля у него зарплата будет 22 тысячи 70 рублей. То есть с 14 мы на 22 уходим? Да. Презрешения все приняты? Да. Хорошо. Там и вот передо мной. Ну, спасибо вам за работу, ну и, конечно, руководителю СПК. Ну, а после члены правительства переходят к повестке дня – утилизация животных. В Оренбуржье пришли к выводу – наиболее эффективный способ не содержать скотомогильники, а сжигать крематоров. В регионе почти 900 мест захоронения животных, и большая часть из них не отвечает ветеринарно-санитарным требованиям. В этом убедились и корреспонденты ОРТ. В основном скотомогильники сегодня, как правило, бесхозные, заброшенные, являются источником заражения животных в округе и людей. Строить новые – слишком дорогое удовольствие. На один требуется порядка 4,5 миллионов рублей. В разы дешевле купить крематорные установки и там сжигать тушки животных. Два из таких комплекса уже показали себя в деле в Базулукском и Ташлинском районе. В этом году планируют купить еще три. Работы по ремонту имеющейся строительства новых скотомогильников в регионе проводиться не будут. Скотомогильники, которые не соответствуют требованиям ветеринарного законодательства, будут подлежать закрытию после обеспечения муниципальных образований необходимой техникой и оборудованием для сжигания биологических отходов. И самая наболевшая проблема – дороги. Глава региона поручает ускорить начало ремонтных работ. В рамках нацпроекта «Безопасные качественные автомобильные дороги» в Орске подписаны контракты на 9 автомагистралей, в Оренбурге на 40. А всего в этом году в областном центре отремонтируют 56 дорог. Не раскачиваться, а уже включаться в работу призывает губернатор и глав муниципалитетов. Наталья Мороз, Игорь Бероев, Новости дня. К другим темам. Объекты для благоустройства выберут люди. В правительстве Оренбуржья рассказали о подготовке к всероссийскому голосованию в рамках национального проекта «Жилье и городская среда». Как сообщают в правительстве области, инвестиционная привлекательность Оренбургской области растет, а значит, нужно заботиться о том, чтобы люди оставались в регионе. Для этого необходимо создать комфортные условия жизни. И, как отмечают чиновники, важно, чтобы люди активно в этом участвовали. Чтобы мы действительно с вами, во-первых, научились качественно выбирать проекты, научились качественно голосовать. И для того, чтобы к 2024 году такая тоже задача стоит, непосредственно жители сами определяли те территории, где мы будем проводить такую работу. Голосование пройдет с 26 апреля по 30 мая. Выразить свое мнение сможет любой желающий старше 14 лет. В Оренбуржье в общероссийском голосовании примут участие 11 муниципальных образований. В 10 из них жители определят лучший дизайн проекта для территорий, которые уже выбрали для благоустройства. В начале недели в Оренбуржье зафиксировано сразу два летальных случая от COVID-19. Такую информацию сегодня публикует Федеральный оперативный штаб. Всего же с начала пандемии от коронавирусной инфекции умерли уже 725 жителей области. Общее число заразившихся – 39 849. За последние 24 часа тесты подтвердили вирус у 82 человек. В настоящий момент в регионе официально зафиксировано чуть больше 2500 пациентов с COVID-19. Порядка 20% заразившихся госпитализировали. Медики диагностировали у них пневмонию. Что же касается статистики по выздоровлению, то сегодня больничные листы закрыл 51 пациент. Это новости дня и вот что будет далее в программе. В 5 раз быстрее, чем в Европе. Росстат представил статистику роста цен на продукты питания. Расселять не будут, но воду оставят. Администрация Оренбурга пояснила, какое будущее ждет аварийный дом на улице Заводской. Красивая победа. В чемпионате России Оренбург крупно обыграл столичный Велес. Это новости дня. Мы продолжаем и переходим к экономике. Цены на продукты в России растут в 5 раз быстрее, чем в Европе. Такую статистику предоставил Росстат. К примеру, в феврале потребительские продукты подорожали на 1,5%. С начала года рост составил 2,7%. В Евросоюзе за февраль этот показатель держится на отметке 0,3%, сообщают в ведомстве. Больше всего в России в феврале подорожали овощи 7,6%. Цены на фрукты выросли более чем на 2%. Стоимость мяса и мясных продуктов увеличилась более чем на процент. Ранее в правительстве России сообщили о решении продлить заморозку цен на продукты первой необходимости. Ожидается, что предельная розничная стоимость сахара на уровне 46 рублей за килограмм и подсолнечного масла максимум 110 рублей за литр сохранится еще на два месяца, до конца мая. Нынешний срок действия ограничительных мер рассчитан до 1 апреля. Нестабильная ситуация и на валютном рынке. Актуальные данные Центробанка сейчас на вашем экране. Не расселят, но и без воды не оставят. В редакцию РТ пришел официальный ответ от мэрии Оренбурга по поводу расселения аварийного дома на улице Заводской. Многие годы люди боролись за то, чтобы им выдали новое жилье. Вход корпус Б, корпус Б, это В, а вход один, что туда, что туда. Этот дом даже на карте города выглядит как несколько отдельных зданий. На деле у жилых корпусов Б и В один вход, общая нумерация квартир и общие системы водо- и теплоэнергоснабжения. Жители утверждают, это одно здание, и оно в аварийном состоянии. Но расселять и сносить пока планируют только один корпус – В. Как раз через него проходят все коммуникации – водопровод, электричество, отопление. Жители другого корпуса боятся, что их оставят без благ цивилизации. После выхода нашего сюжета на жалобы оренбуржцев обратили внимание специалисты администрации города. Ситуацию прокомментировали в управлении ЖКХ Оренбурга. Ввод инженерных сетей к корпусам Б и Г по улице Заводской организован через корпус В. В случае расселения корпуса В управлением жилищно-коммунального хозяйства администрации города Оренбурга будет решаться вопрос по изменению схем подключения и переносе коммуникаций. Напомним, две недели назад жители аварийного дома обратились на нашу горячую линию. Тогда мы лично увидели, в каких условиях живут люди. По словам оренбуржцев, переселение ждут уже несколько лет. В 2017 году, в конце года, нас всех, и наш корпус, и этот корпус, бегом управление по жилищному хозяйству приглашает. Нужно срочно собрать документы на расселение. Мы, естественно, все мигом собираемся, документы собираем, несем их, предоставляем в это управление. Потом, когда они документы все увидели, увидели о том, что в этом акте есть только В, корпус, корпуса В нет. Признать аварийным корпус В удалось, но только в феврале 2018 года. Расселять его пока не будут. В управлении ЖКХ Оренбурга считают, что пока нет оснований для срочного включения этой части дома в программу переселения. В какие сроки пройдут работы по переносу и переподключению коммуникаций, также не уточняется. Малика Джумалеева, Маргарита Бакирова. Новости дня. Бренды Оренбуржья. Новый сезон. Накануне участники конкурса и эксперты встретились на предпринимательской сессии. Цель – поддержка местных производителей. Как сделать свой продукт или услугу узнаваемыми, увеличить продажи через торговые сети и интернет-площадки. И к чему стремятся потенциальные победители. Далее в нашем сюжете. На участие во втором сезоне конкурса бренда Оренбуржья «Трансформация» заявки подали более 120 компаний. Производители продуктов питания, представители ремесленничества и сферы туристических услуг. Экспертный совет, партнеры, консультанты конкурса встретились с предпринимателями, которым предстоит получить лучшие практики и инструменты для развития своих бизнес-проектов. Это возможность не только спозиционировать свою компанию, это возможность и поучиться. И иногда получаются такие кооперационные связи между участниками. В этом году мы перестроили программу, мы ее сделали более такой нацеленной на результат. Если бренд Оренбуржья один, это было больше про рекламу, про позиционирование собственного бизнеса, собственного бренда, то здесь это такой двухмесячный курс в погружение как ритейла, так и вывода на экспорт, попадания в сети. Основная задача проекта бренда Оренбуржья – дать возможность местным производителям показать уникальность своих продуктов, продвигать их в крупные торговые сети, стать узнаваемыми и за пределами региона. Своим опытом может поделиться лидер первого сезона Руслан Сагитов. На конкурсе одержал победу его проект производства новой линейки сыров. Про нас говорили, что мы победители, были статьи в интернете, мы говорили об этом по телевидению, поэтому это понятно, что оно не дает прям такой резкий взлет продаж, но это просто работает на узнаваемость. Потом, например, через полгода-год люди слышат, что вот такой-то там сыр, например, появился, они слышат там в подсознании хотя бы, у них есть информация о том, что был такой сыр, где-то они это уже слышали, то есть уровень доверия к нему какой-то уже появляется. Те, кто пришел на конкурс впервые, особенно внимательно к словам кураторов и экспертов и строят далеко идущие планы. Интересная площадка, то есть это где можно приобрести какие-то новые знакомства, то есть понять, допустим, в каком направлении дальнейшем двигаться. Сегодня мы работаем в основном как экспортеры, но хотелось бы также себя проявить и на нашем рынке, и на федеральном, как в областном, так и в федеральном масштабе. Я хотел бы научиться коммуникациям с людьми, получить какой-то положительный опыт от других предпринимателей, посмотреть, что вообще существует на рынке, представленном в Оренбургской области. Победителя уже через месяц определят эксперты. Он получит годовой рекламный контракт, а бизнес-проекты самых активных участников поддержат партнеры. Татьяна Штылер, Игорь Пероев, Новости дня. О спортивных событиях. Семь лет село Татищево проводит на своей площадке турнир по волейболу среди школьных команд Переволодского района на призы генерального директора «Газпромдобыча Оренбург». За ходом состязания следили наши корреспонденты. В команде напротив наш, Бескуль, привет! Для соблюдения противоэпидемических мер в зале только участники и организаторы турнира. Даже волейболисты, которые играли за команду хозяев в предыдущие годы, вынуждены болеть за стекло. А страсти на площадке не шуточные. За победы борются шесть школьных спортивных дружин. «Газпромдобыча Оренбург» – социально ориентированная компания. И мы очень большую работу проводим в Переволодском и Оренбургском районе по поддержке наших детей, молодежи, в том числе и по поведению спортивно-массовых мероприятий, в частности, волейбольные турниры. В этом году соревнования посвящены 55-летию открытия Оренбургского нефтегазоконденсатного месторождения. Для победителей подготовлены достойные призы – теннисный стол, лыжные комплекты, другой спортинвентарь. Большое спасибо компании за то, что эти традиции сохраняются, эти турниры проводятся. Для детей самое главное – мы делаем встречи, общения, эмоции положительные. «Газпромдобыча Оренбург» достаточно позитивно позиционирует себя на территории района, участвует в различных социальных проектах. И вместе у нас получается очень многое. Каждый матч юные волейболисты играют как последние, хотя уже понятно, что борьбу за золото будут вести извечные соперники – ученики из Татищева и зубочистки первой. Тут решающим может стать каждое очко. «Это всегда у нас аншлаг происходит. Сегодня моей команде улыбнулась удача, и я доволен своими игроками». Татищевские волейболисты тоже боролись как львы. Мальчишки в атаке, обороне, девочки в качестве связующих. «Наша команда сыграла очень достойно, показала хорошую игру. Все ребята молодцы, но, к сожалению, в этом матче мы одержали поражение со счетом 2-1». Седьмой турнир по волейболу среди переволодских школьников уже стал историей. Завтра ребята начнут готовиться к новому. Продолжая традиции, заложенные предшественниками, общество «Газпромдобыча Оренбург» выступает за гармоничное развитие молодежи, мотивирует вести активный образ жизни и детей, и взрослых. Ведь здоровая нация – это крепкое будущее. Анонимых Денис Сарбаев, Новости дня. А теперь о большом спорте. Состоялись очередные матчи первенства в футбольной национальной лиге. Оренбург принимал московский «Велес» и одержал крупную победу. Я передаю слово моему коллеге, спортивному обозревателю Анатолию Юденичу. Спасибо, Татьяна. Страшно сглазить, но «Оренбург» с каждым матчем действует все сильнее. Игра становится стройнее, улучшается реализация. Следить за этим очень приятно. Опасаемся «Велеса»? Нет. 3-0. Я думаю, не меньше. Только победы ждем. Поддерживаем. Валяем за нас, «Оренбург». В первом круге в Москве «Велес» и «Оренбург» разошлись миром 1-1. В той встрече напортачил Фомие. Прудников отправил мяч в пустые ворота, но наш ганский легионер, находящийся в офсайде, не разобрался в ситуации и добил мяч в сетку. Гол был отменен. Джаэль горел желанием реабилитироваться и с блеском это сделал, оформив дубль. Я хотел расплатиться перед болельщиками, перед командой за то, что случилось несколько месяцев назад в игре с «Велесом». Нападающий всегда хочет забить, и я хотел. Но, к сожалению, подвел команду и всех вокруг. Переношу извинения за то, что сделал, но я уверен, что сегодня тот самый день, чтобы выплатить свой долг перед командой. Я рад, что забил дважды. Один гол для команды и один счет того гола, который я сорвал тогда. Я рад, что отдал свой долг команде. «Велес», располагающийся вплотную к лидирующей группе, может в любой момент преподнести сюрприз, как, например, крыльям советов 3-1. Причем в гостях москвичи выступают чуть ли не лучше, чем дома. Победили «Волгарь», «Торпеда», «Балтику» на их полях. Но оренбуржцы отчетную встречу начали так мощно, что гости только отбивались. На 15-й минуте «Малых» справа навесил штрафную, где Фомие выиграл у голкипера верховую дуэль и перекинул мяч в опустевшие ворота. Следом, после прострела в штрафной, мяч попал в руку защитника гостей, но судья простил москвичей, хотя смело мог давать 11-метровой. Еще через 10 минут Фомие продолжил бенефис, практически с нулевого угла, опять переиграв вратаря гостей. К перерыву 2-0, абсолютно закономерно. Круто, Фомие 2 забил, отлично, третий ждем. Все получается, молодцы. Так держать, продолжим. Еще 2 забить, 3. При большом удовольствии. Хозяева не снижали давление и продолжали владеть преимуществом. Перед матчем немного опасались Чуканова, который впервые вышел на стадион в Ростошах против Оренбурга. Но Андреа ничем особенным не выделялся и в перерыве был заменен. А в начале второго тайма счет стал крупным. Ткачук с левого фланга отдал точнейшую передачу прямо на ногу набегавшему Воробьеву. И тот без проблем выиграл ближний бой, забив уже пятый мяч за Оренбург. В дальнейшем игра проходила под нашим контролем. Климовичу считанное количество раз пришлось вступать в дело. В результате 3-0. Красивая, уверенная победа на радость себе и болельщикам. Мячом владели больше. По ударам 19-7 в нашу пользу. В створ 7-2. Все клубы первой тройки выиграли и сохранили турнирное положение. Нижний Новгород с таким же счетом, как у нас, обыграл дубль Краснодара. Крылья в гостях победили Аланию 1-0. Оренбург по-прежнему занимает второе место в таблице. А вот баскетболистки Надежды вызвали у своих болельщиков эмоции прямо противоположные. Оренбурженки проиграли плей-офф чемпионата России с Иктывкарской Нике. Впервые за долгое время, точнее за 11 лет, наш клуб не попадает в призы. Подробнее о сенсации со знаком минус расскажем в следующем выпуске. Татьяна. Спасибо, Анатолий. Ждем новых сообщений. И теперь о погоде. Температурные качели. По прогнозам синоптиков, погода на этой неделе несколько раз серьезно удивит оренбуржцев. Сначала похолоданием, а потом заметно потеплением и осадками. Подробную сводку на ближайшие 7 дней нам рассказали в областном гидрометцентре. В начале недели погоду в Оренбуржье будет определять антициклон. Он подойдет к региону с запада. Атмосферное давление повысится. Метеорологи в это время ожидают небольших осадков. А вот температура наоборот понизится. Причем на востоке и северо-востоке области не исключены морозы до минус 10-13 градусов. Зато днем будет комфортно. Дневные в районе плюс 1, плюс 6. На востоке и северо-востоке области похолоднее. Там будет в пределах минус 3, плюс 2, минус 4, плюс 1. Вторая половина недели пройдет уже под действием циклона. Показания термометров, по словам синоптиков, поползут вверх. В отдельных муниципалитетах днем воздух может прогреться до 8-10 градусов со знаком «плюс». Вместе с тем ветер усилится. Он будет с северо-восточного направления порывами до 15 метров в секунду. В первых числах апреля вероятны осадки. Они будут наблюдаться в южных и восточных районах области в виде дождя и мокрого снега. В областном гидрометцентре говорят, что такие температурные качели являются нормой для данного периода времени. И в конце выпуска информации об отключениях. В связи с выполнением работ на энергообъектах Оренбургского производственного отделения 30 марта в течение дня будет ограничена подача электроэнергии на проспекте Гагарина областного центра. Кроме того, во вторник без электроэнергии в течение дня придется обходиться жителям поселков Ростыши и Неженко. Будьте внимательны. Полный список с указанием улиц, номерами домов и временем отключения на вашем экране. Филиал публичного акционерного общества Россети «Волга» Оренбург Энерго просит отнестись с пониманием и заранее отключить электроприборы. Уточнить информацию можно по телефону горячей линии 98 48 48. На этом все. О развитии событий в наших следующих выпусках. Еще больше информации на нашем сайте media56.ru. Также присоединяйтесь к нашим группам в социальных сетях. Далее вас ждет подробный прогноз в рубрике «О погоде не только». До встречи в эфире. Здравствуйте. Чем порадуют нас последние дни марта, узнаем через несколько секунд. 19 апреля в 19 часов в зале Оренбургского государственного татарского драматического театра имени Файзи состоится концерт и льется песня вокально-инструментального ансамбля «Карусель». Художественный руководитель Артур Усманов, солистка Анастасия Меденюк. В программе концерта прозвучат русские народные песни, романсы, инструментальная музыка и популярные произведения современных композиторов. Справки на сайте и по телефону Оренбургской областной филармонии 72 90 48. В регионе установится спокойная погода с холодной ночью и по весеннему теплым днем. В ближайшие сутки переменная облачность, в восточных районах небольшой осадки в виде мокрого снега, ветер переменных направлений от 2 до 7 метров в секунду. Ночью по области 13-18 ниже нуля, а днем от плюс 2 до плюс 7 градусов. По районам подробнее. Запад минус 6, минус 9 ночью и от плюс 4 до плюс 7 днем. Центр юг 9-12 ниже нуля ночью, а днем столбики термометра достигнут отметки от плюс 2 до плюс 5 градусов. На севере 10-13 мороза ночью, а днем от минус 1 до плюс 2. Ну и на востоке ночью 14-17 ниже нуля, а днем от нуля до минус 3. Весной привести в порядок ноги – это очень правильно. Ногтевая студия «Максикюр» в Оренбурге приглашает на педикюр, в том числе и медицинский. Это комплекс лечебных мероприятий по уходу за стопами и ногтевыми пластинами с признаками различных отклонений. На топтыши, образование глубоких трещин и другие проблемы. Возможно, безхирургическая коррекция вросших ногтей. Обращайтесь к специалистам вовремя. Ногтевая студия «Максикюр» в Оренбурге. Вся дополнительная информация по телефону 77-89-98. В Оренбурге в ближайшие сутки преимущественно без осадков. Ночная температура составит 9-11 мороза, а дневная – от плюс 2 до плюс 4 градусов. Атмосферное давление 765 мм ртутного столба и существенно не изменится. В выставочном зале Оренбургского областного музея изобразительных искусств по улице Володарского, 13, начала свою работу юбилейная выставка члена Союза художников России, заслуженного работника культуры города Орска Китаева Олега Павловича. В экспозиции представлено более 100 живописных произведений, созданных в последние годы. Олег Китаев – художник разностороннего дарования. Это графика и живопись, пейзажи разных уголков России и сюжетные композиции. Не пропустите эту выставку. В рубрике не только сегодня о музыкальной терапии. Музыкотерапия – это исцеление музыкой. Не все слышали о таком методе лечения, тем не менее он применяется во всем мире уже довольно давно. Возможно, вы удивитесь, но музыкотерапия – это прекрасный способ избавиться не только от душевных переживаний, но и от многих физических недугов. Звучание каждого инструмента оказывает индивидуальное влияние на организм. Самое сильное и комплексное воздействие оказывает орган. О том, как действует музыкотерапия и кому она может помочь, я расскажу ровно через сутки на телеканале ОРТ. Субтитры подогнал «Симон»